Приветствую вас, значит, вот основная ваша проблема заключается в том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Основная ваша проблема заключается в том, что вы как бы априори считаете себя хуже других людей. Я имею ввиду вот этих вот уверенных, сильных, целеустремленных и прочее. И сравнивая, вы, конечно, проигрываете. Вам необходимо, во-первых, учиться принимать себя, знать и развивать свои положительные стороны, свои навыки, свои сильные стороны, свои достоинства. Далее. Понятно, чему вы боитесь. Видите ли, ваша зависимость от людей, как вы говорите, это в первую очередь потребности, желания, и, во вторую очередь, страх потерять эти потребности и страх не удовлетворить эти желания. То есть, соответственно, зависимость проявляется в том, что именно через этих людей вы реализуете свои потребности. И вам необходимо прийти к тому, чтобы свои желания реализовывать в собственный совет и надбед этих людей. Далее. Вот вы пишите, что, значит, тревожно высказаться, брать в себе время, вот это очень понятная правда, быть открытой, вести себя естественно. Почему? Почему вы не можете себя принять? А от чего вы страшитесь? Отсюда вытекает следующий момент, момент, который можно назвать так, значит, неуверенность в себе. Вопрос, который я вам хочу задать, будет звучать примерно следующим образом, это в чем и почему вы в себе не уверены, в чем вы в себе сомневаетесь и, как бы, чем это обусловлено. То, что вы в себе сомневаетесь. Вот это очень тоже важный момент, потому что в сомнениях в себе они ничего хорошего вам не принесут. Значит, чтобы работать с неуверенностью, а точнее, если быть точным, то чтобы регулировать уверенность в себе, вам нужно действовать следующим образом. Необходимо, с одной стороны, иметь по возможности четкое представление о том, чем вы ценны. Необходимо учиться принимать себя и любить себя такой, какая вы, если вы есть. С другой стороны, организовать деятельность по купированию своих недостатков, купированию своих слабых сторон. Это тоже очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание. То есть, значит, исключите или, по крайней мере, постарайтесь исключить желание поменять себя, желание переделать себя, это невозможно, до этого, в принципе, и не нужно делать, потому что, если вы себя поменяете, тогда будете уже не вы, а кто-то вообще-то другой. Вот, это значит, ну, собственно, первое. И второе, организуйте деятельность по тому, чтобы снизить вот эти вот негативные черты, которые у вас есть снизить их влияние, влияние на вас. Это также очень важный момент. Следующее, о чем вам нужно, в каком направлении вам нужно идти. Это личностный рост. Как достигается личностный рост, спросите вы, и ответ на этот вопрос будет звучать так. Личностный рост достигается через выбор в неопределенных для вас ситуациях. Выбор в ситуациях, где вы чувствуете себя в неопределенности. И в этом контексте я бы даже вам мог бы порекомендовать, чтобы вы сознательно, сознательно ставили себя в ситуациях, когда есть это самое неопределенное, чтобы учиться в ней, в этой ситуации действовать. В ситуации неопределенности. В ситуации, когда непонятно как себя внести. И именно через это, именно через ситуацию неопределенности вы будете личностный рост и развиваться и вырабатывать, вырабатывать и формировать свою позицию. Дальше. Значит, следующее, о чем я вам хотел бы сказать. Это то, что есть вещи, в которых вы в среде не уверены. Но это не является, думаю, здесь секретом для вас. Все это, я думаю, вы понимаете, что совершенно очевидно. По крайней мере, если мы говорим о том, как вы себя ведете и что вы делаете. В этом контексте вам нужно поступать следующим образом. Во-первых, вы, значит, формируете для себя задачи, такие задачи, которые, значит, являются для вас значимыми, ценными, выполнение которых приведет, могло бы привести к определённым результатам, после которых вы бы стали думать о себе немножечко лучше. Да? То есть понятно надеюсь, о чём идёт речь сейчас. Речь идёт о том, чтобы вы формировали у себя такие задачи, такие цели, которые бы заставили бы вас, потихонечку, потихонечку двигали бы вас к тому, чтобы вы думали о себе по-другому, чтобы вы думали о себе, ну, скажем так, чуточку лучше, а может быть и даже не чуточку лучше. Вот. Значит, отдельным пунктом хочется сказать следующее, что в вашей ситуации, когда вы не уверены в себе и когда вы не можете вести себя естественно, как вот вы говорите, большую роль играет то, как к вам относились родители, почему они не научили вас любви, почему они не научили принимать вас такой, какая вы есть, почему они позволили вам быть той, какая вы сейчас. И вот на этот вопрос тоже нужно найти ответ. Ну, по крайней мере постараться это сделать. Потому что, вообще-то говоря, это очень серьезно, ну, довольно серьезная ситуация. Вот. Вот я думаю то, что вам, в принципе, можно сделать то, что вы можете сделать самостоятельно, то есть это те направления, в которых вы можете двигаться самостоятельно. Вот. А если говорить об уверенности в себе, то я бы хотел добавить еще такой аспект, что с неуверенностью в себе, лучше работать через визуализацию. Именно визуализация поможет вам, значит, лучше понимать, какие у вас сильные и слабые стороны, и что с ними вообще можно делать, как с ними можно поступать. Значит, вы разделяете листок бумаги на две части, и с одной стороны вы пишете, свои положительные стороны оприцательные по вашему мнению, и их разделяете на две, опять же, части, значит, одна из которых это, значит, одна из которых это ситуационные, негативные, значит, во все стороны, которые всегда являются таковыми, всегда в любой ситуации. И так вам будет проще понимать, что вы себя представляете, и так вы сможете куда лучше, куда продуктивнее с тобой работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Тема довольно обширная, ей можно заниматься достаточно серьезно, и не всегда это лучше делать в одиночку, поэтому пишите мне, пишите другим экспертам, которых считаете достойным, достойным того, чтобы с вами работать. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.